Музыка Уважаемые коллеги, мы бюджет рассматриваем в чрезвычайных условиях. Чем они определяются? За 10 лет наши темпы прироста экономики составили 4%. У американцев 16, у китайцев 101. Обещали прекратить вымирание, мы потеряли за годы реформ 9 миллионов. Америка прибавила 77, англичане и французы в пределах 10. Нищета и раскол достигли невиданного размера. Если посмотрите, 23 самых богатых олигарха в этом году прибавили свое состояние ровно 1 триллион и 200 миллиардов. Столько же увеличивается расходная часть. 23 и вся остальная страна. Износ. Кризис технологически нарастает и в сериевой отрасли. За последние два года не открыто ни одного нового месторождения по нефти и газу. В ближайшие 2-3 года начнется резкий спад, если так продолжится. Бегство капитала в этом году нарастает. За полтора года 4,5 триллиона убежали из страны. Нам объявили войну. Вы это видите. Войну не только на истощение. Если сломают вот тот договор, который держал предыдущие пять, то мы окажемся в качестве иной ситуации. Это от нас потребует больших расходов. Сейчас есть две оппозиции. Государственно-патриотическое. Вкладывать, развивать, умнеть и сопротивляться. И есть те, кто предлагает выкинуть белый флаг и идти сдаваться. Мы сдались в ГДР, сдали в Восточной Европе. Теперь имеем там две базы. Завтра, если поставят персинги, они будут расстреливать в Центру управления в России за 4-5 минут. Сдали уже и Киев, матерь городов русских. Поэтому у нас один выход. Наращивать возможности и выполнять послание президента. Или выйдем на мировые темпы, или нас ждет очень тяжелая судьба. Мы тогда отстанем навсегда. А для этого надо бороться с бедностью, развивать науку, обеспечивать технологический прорыв и качество жизни граждан. Казалось бы, очевидно. Цена вопроса. Вы слышали, здесь я спорил с премьером. Мы назвали 10 триллионов плюс 25 триллионов. Это бюджет развития. Сейчас он подпирается к 20 за 3 года. Ну, слава богу. Но посмотрите на расходную часть. Если вы ее внимательно проанализируете, нет ни одного вызова, который мы ликвидировали этим бюджетом. Я никого не критикую. Я хочу, чтобы вы прислушались. Нам всем придется барахтаться в этой ситуации. Экономика прорыва 3,5%. Ни слово об источникам роста за ближайшие два года 1-2%. Значит, мы провалили инвестиции. Правильно сказал Сулуанов, надо 25% от ВВП. Ну, гляньте, в реальной мы к 20 не подползаем до конца. Если посмотреть сценарий, как это реализуется, это инвестерский сценарий колониального типа. Его пробировали на всех странах. Нам не надо ее повторять. Национальная экономика с учетом инфляции снижение на 5-6%. Она должна определять все остальное. Меня поразил раздел оборона. Я с этим много лет занимаюсь и многое сделали для этого. Смышляков вместе собрали, в том числе, к операции Тополей и многое остальное. В следующем году минус 4%. Президент показал нам блестящие изделия. Но их надо поставить на конвейер, насытить армию, научить кадры, обеспечить технологическое обслуживание. Эти расходы в пять раз вырастают. Кто занимался этим, знает. Почему урезают то, что открыто, и то, что надо обязательно делать в этих условиях. Авиация. Ну, такая большая страна, как наша, без крыльев, не может существовать. Мы полторы тысячи летательных аппаратов сделали. Субержет никуда идет и не пойдет. Вы это лучше меня знаете. МС-21 крыло, оказалось, зависит от импорта. Сейчас нам хвост прижали, два года будем осваивать новые композитные материалы. А кто думал, кто делал и так далее. Таким образом, если нам введут эмбарго на поставку запчастей, у нас останавливается весь летательный парк машины. Это в основном Боинг и Айрбас. Почему не хотят вкладывать то, что сейчас работает? Если посмотреть электроника, говорим о цифровой экономике. Я был недавно, Медведев проводил, Сколково, довольно любопытно выступали. Очень умные люди. Но цифровая экономика зависит от радиоэлектроники. Вы гляньте, за три года радиоэлектроника, как была на чужом довольствии, так и остается. Растет на 3-4%, 25%, 75% чужая. Что вы будете делать, если вам начнут перекрывать эти каналы? Село. Ну, казалось бы, все довольны. Будет урожай, будет еда, будет все. Да мы могли бы еще пол Европы кормить. Ну, почему? Вот сейчас задай вопрос. Счера Сулуанову задавали. Вот сидит Кашин, Харитонов. Возились 10 лет. Было 16 работающих предприятий сельхозмашинстроения. Сейчас 116. Они заключили договора на 12 с лишним миллиардов. Если Сулуанов не даст им сейчас минимум 10-15 лучше миллиардов, все договоры лопнут, и в феврале эти заводы остановятся. И нас всех вынесут на улицу, работяги. Что, не понимают, кто пишет эту строчку? Понимают. Что такое комплексное развитие села и сельский образ жизни? Отработали, шикарная программа. Чего ж вы ее похоронили, ее выкинули? Теперь говорят, президент увидел на Кубани, президент предложил, решил. Да президент прекрасно это понимает. Но давно это поручение есть. Давайте ее реализуем. Куда не ткнешь, просто такое ощущение. Вот в село, кстати, ни Сулуанов, ни Кудрин. В своих выступлениях городская среда. Какая городская среда? У нас 38 миллионов живет на деревне. И каждый второй город из деревни приехал. Да это же целый образ жизни. Давайте вкладывать. Стакан молока. Пожалели 15 миллиардов, чтобы детям дать в начальной школе по стакану молока. Сколько раз еще можно просить? Или НДС на плодово-ягодный. Говорят, надо быть здоровыми, жить больше 80 лет. Посмотрите, мы только начали эти сады разводить. И самые новые цветущие растения. Их задушили вашим НДС? Копейки нужны. И сидим, уговариваем целый час. Давайте решать и так далее. Социальная политика. Гляньте на бюджет. 2,5 процента. А инфляция 4. Это значит, переводя на русский язык, будут и дальше нищать. Будет и дальше усыхать зарплата и все остальное. Будет и дальше некому покупать наши товары. Будет и дальше буксовать вся экономика. Если взять в целом посмотреть, взяли науку. Я посмотрел этой китайской фирмы Алибаба. На фундаментальную науку одна тратит в 2 раза больше, чем весь наш бюджет. Посадил 5 человек, говорю, вытащите мне науку из всех разделов. Я просто ахнул. Ее размазали и угробили. Но у нас-то фундаментальная наука и в целом наука была потрясающая. Появились те, кто говорят, математику давайте ликвидируем и так далее. Подготовку. Два журнала из 15 осталось, которые переводятся на английский язык. Два оба журнала по математике. А впереди компьютерные войны. Дети войны. Неужели вам жалко помочь им? 140 миллиардов. Просили, просили, пять раз рассматривали, опять побоку. Молодая семья. Там крохи. 230 молодых семей. Хоть тут давайте навстречу пойдем. Массовый спорт. Понастроили, понастроили. Гляньте, он сокращается на 30%. Идите даже на Кубани, посмотрите, все площадки закрыты. Поезжайте в Израиль на пляж, посмотрите. Все открыто и все бесплатно. Заработная плата. В общем, не хочу раскрывать уже. И времени нет. 81% населения заявили, не хватает средств на еду, недорогую одежду и ЖКХ. Это вообще мрак. Теперь экспорт. Вроде бы хорошо экспорт. Экспорт растет за три года на 1,1%. А импорт на 21%. Но экспорт дает валюту, а импорт надо платить этой валютой. И каким образом это будет сшиваться? Это невозможно просто. Ну и с точки зрения общей ситуации. Сплошная оккупация иностранцев. Две трети пищевой промышленности в руках иностранцев. Среди этих 23 миллиардеров, которые я называл, половину имеют иностранные паспорта. Завтра им хвост прижут, избегут отсюда к чертовой матери. В 80% торговли и в стратегически важнейших отраслях 70-95%. Ну и бюджет. Колонизация еще добавит к этой оккупации. Что будем делать? Долги. Одна статья долги растет только уплата по долгам, вырастет на одну треть, превысит все межбюджетные трансферты. Все, что отдается на провинцию, чтобы ожила и развивалась. Оттого, правильно Харитон говорит, и бегут с Дальнего Востока, и будут бежать. Наша программа вам представлена. 12 законов вам поданы. Если вы к ней присмотритесь, будет бюджет 25 триллионов и будет нормально развиваться страна. За такой вот нынешний бюджет мы никогда не голосовали и голосовать не будем.